Как побороть брезгливость к некоторым людям, запахам, предметам? Откуда она берется? Грех ли это? Она, замечающая за собой особую брезгливость, конечно же, тяготятся ею. Она мешает быть в простоте общения с некоторыми людьми. Она отставляет себя в сторону от разных неудобств, неустройств окружающей жизни, носящейся с собою чистоплотным, или, как говорят в народе, чистоплюйным. Как дурак с писаной торбой, человек стремится избавить себя от всяких контактов с миром. Тем более мы сейчас этому были еще особенно подучены объявленной всеобщей мобилизацией на борьбу с вирусом. И не прикоснись, не приблизься имело значение не просто избежание чьей-то нечистоты, а уберегание от невидимого, но коварного, злого, выращенного, каких-то подпольных и злобных лабораториях гнусного вируса. И это приучило нас быть особенно осмотрительными. Парадоксально то, что особенно брезгливые люди совсем не брезгуют совершать совсем нечистоплотные грехи. Плотские, нечистоты на руку, нечистоты слов. Своебразно то, что нечистота нравственная не вызывает у сильно брезгливых никакого дискомфорта. Исповедь покаяния не напрашивается, не просится, не стучится в их сердце при встрече с такого рода нечистотой, тогда как малейший неприятный запах или следы какого-то внешнего, чужого прикосновения к чашке своей, к ложке вызывают крайнее омерзение, отвращение, отшатывание. Очень часто эта брезгливость преследует людей, бесконечно замкнутых на своей плоти, и на ее благополучии, на ее удовольствиях. И то, что этому как-то угрожает, не соответствует привычке человека находиться в определенных состояниях вымытости, вычищенности, залитости какими-то ароматами, то вызывает вот это самое омерзение, вызывает дрожь. Старец Паисий, преподобный Паисий Святогорец, рассказывал, как Господь врачует этот недуг души, приводя один из примеров путешествия, в котором, кажется, и он принимал участие на Синайскую гору, где каждому монаху, сподобившемуся участвовать в этом восхождении, был приставлен свой заботливый бедуин, чтобы тот не заблудился, и этот бедуин выполнял какие-то служебные функции. При назначенном к нему подопечном. И вот один из монашествующих, который двигался вместе со старцем, был на особом счету в связи с особой присущей ему брезгливостью. Не мог он соприкасаться с людьми, представляющимися ему нечистыми, и ему, как назло, замечает преподобный старец, достался бедуин, самый не столько темный, сколько грязный. Грязь на нем не только была где-то заметна, но просто, можно сказать, свисала клочьями. А кульминация врачевательных мер Господа была тогда, когда по причине какого-то недосмотра, оставшись надолго без трапезы, наконец получили братья долгожданную похлебку. Она была, наконец, сварена. И бедуины, может быть, я неправильно их называю, но сопровождающие лица из местных жителей, разносили каждому из своих подопечных тарелку супа очень долгожданного, единственную тарелку, ибо не так уж много там было еды на всех. И вот изголодавшийся монах брезгливый увидел еще издалека грядущего к нему своего вожатого со всеми этими признаками совершенной беззаботности и отсутствия дружбы с мылом и мочалкой. Он нес ему, улыбаясь во все 32 африканских зуба, его тарелку, при этом большие пальцы его рук с обеих сторон, в которых ногти, видимо, никогда не знали не только маникюрных пилочек, но и ножниц, и покрытые черным налетом, как снаружи, так и под ними, оба пальца были опущены в суп как раз с двух сторон этой тарелки. И с одной стороны это вожделенная миска супом, а с другой стороны эти опущенные в долгожданную миску большие пальцы рук, усердие, с которым выполнял его вожатый свою обязанность накормить подопечного, тем не менее, не было сопровождаемо особыми усилиями порадовать чистоплотностью. Монах вскричал, выбил эту тарелку из рук недоумевающего своего пути вождя, и закричав «Вон! Вон! Вон! Вон!» И после этого срыва сам с трудом приходил в себя претерпевший такую скорбь монах и почувствовал, насколько не полезна его душе такая излишняя брезгливость и неспособность потерпеть какие-то неустройства и недостаток стерильности в окружающих его людях и вещах. Излишне самолюбивый, трепетно заботящийся о привычных для него комфорте и от утюжки и оттертости всего оказывается рабом этих своих состояний. Для него бывает неестественен ни труд, ни преодоление, ни сострадание, ни попечение о ближних. Он не может бывать в больницах, в тюрьмах, заботиться о ближних, как повелевает Господь. Потому хоть и чистоплотность всякой предписана нам и порядок сердечный, отражается и в порядке внешним на человеке, но воспитывать себя в терпимости и к окружающим недостаткам в этом смысле дело христианской доблести и во всяком случае укорять себя за замечаемую за собою брезгливость дело вполне благоразумное и уместное, поскольку единственный враг и подлинная грязь, которая вредит человеку, это грязь греха и нечистота, которая приходит в душу от ее отступления, от исполнения воли Божьей. Тот, кто в этом отношении проявляет бдительность, тот оказывается мягок, спокоен и невозмутим в отношении этих земных нечистот, которые приходится иногда претерпевать и преодолевать ради служения, ради любви к ближнему и ради спасения собственной души. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok